Мода на грамотность. Чувашия в этом году решила присоединиться к международной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 6 апреля. Более 500 участников со всей республики уже заявили о своем желании проверить свой уровень знания русского языка. Всего же, по предположениям организаторов, диктант напишут около 30 тысяч человек. Международная акция пройдет в 170 городах России и мира на всех шести континентах планеты. По всей России акция пройдет в один день, по одному и тому же заранее определенному сценарию. Регистрация не обязательно, но желательно. Заявку можно подать по телефону, через интернет, по электронной почте или пройти регистрацию на сайте акции. Кстати, ее участником может стать любой желающий, вне зависимости от возраста, национальности, религиозных взглядов, политических убеждений, профессии. Сотрудники министерства тоже примут участие, как профильное министерство. Не для того, чтобы себя проверить, наверное, потому что цели у всех разные. Ну, наверное, может быть, как показать личным примером о том, что мы хоть и вроде как работаем в этой сфере, но все равно мы также примем в этом мероприятии участие. По большому счету, это соревнования. Соревнования, преодоление себя, преодоление своих ошибок. Соревнования, которые сродни марафону. Наши организаторы в Новосибирске, наш центральный оргкомитет всегда сравнивают тотальный диктант с марафоном. В массовом марафоне принимают участие множество людей. Конечно, не каждый пробежит марафон за час, за два. Кто-то пробежит за три, за четыре. Для него это уже победа. Поскольку на территории России действует несколько часовых поясов, акция будет построена по принципу цепочки. Конверт с текстом произведения, который, кстати, специально для акции написала писательница Дина Рубина, будет вскрыт ровно в 15.00 по Москве в каждом городе участники. Вот на таком специальном бланке каждый пришедший на тотальный диктант будет писать текст под диктовку. Организаторы обещают, бланков хватит всем, а вот ручку нужно принести свою. Кстати, диктант в Чувашии будут читать наши коллеги-журналисты Валентина Поливцева и Юлия Меркулова. А проверять и оценивать работы будут настоящие эксперты, преподаватели-филологи. Самое главное, нужно верно написать и запомнить свое кодовое слово. По кодовому слову оценку можно будет увидеть в интернете. В открытый доступ список участников с оценками выставляться не будет. Каждый человек должен это понимать. Оценку свою будет знать только лично участник, ну и естественный экзаменатор. Публиковать данные, что в Чувашии, там, например, все поголовно написали диктант, так-то, так-то мы тоже не планируем. Результаты диктанта можно будет узнать уже 9 апреля. Тем, кто справится с заданием на «Отлично и хорошо», вручат сертификаты. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.